Рассказывал о том, как она самокрасится. То есть претендовала на то, чтобы стать неким, условно говоря, профессиональным косметологом, вести свой профессиональный бьюти-канал в YouTube. В итоге, буквально за считанные годы, 2-3, наверное, 4 года, она набрала аудиторию в 600 тысяч пользователей. У нее 600 тысяч подписчиков на канале YouTube. И она превратила себя в бренд. То есть это пример человека, который благодаря тому, что развился онлайн, вышел в офлайн. И у нее теперь уже есть 4 собственных бренда в офлайн. Вот 3 из них представлены здесь. Кригина бьюти-стор, то есть у нее есть свой собственный магазин. Кригина она сама как бренд, то есть это ее логотип. Кригина бокс, то есть можно подписываться на ее коробки с косметикой. Ты никогда не знаешь, что ты получишь в этой коробке. И есть еще один бренд, который связан с модой. То есть человек фактически, и она стала крайне дорогим спикером, ее приглашают на различного рода мероприятия. У нее есть собственные семинары, на которых она собирает сотни людей. То есть это человек, который построил свой собственный бренд в интернете только за счет канала YouTube. И после этого, и благодаря этому, она получила известность оффлайн, и теперь она уже фактически звезда шоу-бизнеса. Вот это один из примеров того, с чего можно добиться, если хорошо себя позиционировать в интернете и профессионально работать на своем личном бренде в интернете. Не так давно в интернете, не в интернете, а в принципе в мире появилось понятие крауд-культуры, которое еще не так популярно, возможно, в России, само по себе понятие. Но тем не менее, о нем уже достаточно много говорят в США и на Западе. Смысл крауд-культуры заключается в том, что люди в интернете перестали собираться, ну и в принципе люди перестали собираться вокруг компаний, как в некие сообщества, они начали собираться в сообщества вокруг других людей, подобных этой крыгиной. То есть интернет, когда появился, он фактически стер все границы. Вообще, в принципе, в мире человек, который общается на английском, может вступить в огромное количество сообществ по всему миру и будет вовлечен во все послед... будет знать о всех последних трендах, тенденциях, будет знать все последние новости и так далее, даже если не будет вообще подписан ни на одну компанию, ни на одно новостное издание. Просто потому, что люди предпочитают теперь собираться вокруг других людей в интернете. И вот этот феномен и называют крауд-культурой, когда люди не собираются вокруг брендов, а люди собираются вокруг других людей, которые, возможно, из себя тоже представляют бренды. Вообще, когда появился интернет, все компании крупные потирали ручки и говорили о том, что вот сейчас границы стерлись, сейчас мы инвестируем в рекламу в интернете, в развитие наших каналов и страниц в социальных сетях, мы наберем огромную аудиторию, за счет этого, в общем, парнем всех. Но случилось неожиданное. Появился как раз-таки феномен крауд-культуры, и люди не стали собираться вокруг компании. Вообще, просто это неинтересно. Зачем мне подписываться на компанию, которая сотрудничает с некой звездой, если я мог просто подписаться на звезду? Ну, правильно? И более того, я буду комментировать ее посты, и, возможно, даже получу ответ. И такое бывает достаточно часто. То есть я могу напрямую общаться с любой звездой шоу-бизнеса, с любым предпринимателем, с любым спортсменом, художником, профессионалом каким-то, с кем угодно я могу общаться в прямом интернете. Зачем в таком случае мне сотрудничать с какими-то не было компаниями, то есть подписываться на новости каких-то компаний? Это именно так работает. Ну, то есть хорошо, это плохо, это факт. И, соответственно, когда фокус ушел от компании и перешел на обычных пользователей, этот феномен только начинает развиваться, но уже дает свои плоды, и это начинает давать поразительные, на самом деле, результаты. Например, не знаю, знаете вы или нет, что в рейтинге канала на YouTube нет ни одной компании, в рейтинге топ-100. Знаете? Не знаете? Вот если брать рейтинг пользователей или по количеству подписчиков канала, ни одной компании нет в рейтинге топ-100. Если мы возьмем, например, Instagram, то в первой сотне есть 3-5 ориентировочно компаний. То это компании, которые очень мало постят о себе, в основном используют нативную рекламу, либо делают очень интересное продвижение и вкладывают в это огромные деньги. Попробуйте только, ну как, постарайтесь задуматься просто над тем, что огромные корпорации, некоторые из них с более чем столетней историей инвестируют миллионы долларов в то, чтобы развивать свои каналы и страницы в интернете и не могут попасть даже в сотню первую, куда за... Тем не менее попадают звезды шоу-бизнеса и вообще обычные люди. Не знаю, знаете ли, кто находится на первом месте? YouTube знаете? Не видели, да? Вот это молодой человек, швед, с ником Кью Дай Пай, у которого на данный момент, ну, как я уже сказал, первое место в YouTube. Кроме этого, у него 45 миллионов подписчиков, суммарно 12 миллиардов просмотров. Он уже давным-давно долларовый миллионер, благодаря рекламе и тому, что он стал своего рода уже тоже звездой, знаменитостью. Но, в принципе, его канал посвящен, ну, ничему. Он сначала начинал с того, что снимал геймплей и продолжает, в общем-то, это делать. Это большая часть его постов. То есть то, как он играет в компьютерные игры. Все остальное. Ну, и остальная часть постов, это просто его стиль жизни. Что он делает? Так как денег теперь много, он себе может позвать все что угодно. То, в общем-то... И все. И он на первом месте в YouTube, у него 45 миллионов подписчиков. И вот так это работает. То есть он тоже создал себе бренд за счет того, что выбрал свою нишу, работал в ней, делал уникальный контент, который нравился пользователям. И в итоге он вырос до первого места. И опять я вам хочу напомнить. Задумайтесь. Компании с более чем 100 лет историей, с миллионами долларов, не могут попасть в рейтинг в топ-100. И обычный парень, который записывает, как играет в игры, номер один рейтинг в YouTube. И так работает во всех соцсетях на данный момент. Какую вы не возьмете, если вы возьмете группы с самым большим количеством подписчиков, вероятнее всего вы не встретите. Либо очень редко встретите компании. Чаще всего вы встретите либо некие сообщества, которые собираются вокруг одной темы, ну и в которых лидер мнений, главный человек, который гуляет с этим сообществом, предпочитает не светиться по каким-то причинам. Либо вы встретите страницы, у которых есть хозяин, он о себе заявляет и строит свой личный бренд открыто. И вот об этом, в общем-то, я с вами сегодня хочу поговорить, поскольку сейчас можно смело говорить о том, что качество вашего личного бренда в интернете прямо пропорционально вашему доходу и наоборот. То есть ваш доход прямо пропорционально качеству вашего бренда в интернете. И все. О чем это говорит? О том, что если у вас хороший бренд, у вас хороший бренд в интернете, вы зарабатываете. Если у вас плохой бренд, либо вы имеете негативный статус, в принципе, ваш бренд имеет негативный статус, то это значит, что вы можете не то, что не развивать свой бизнес, а даже навредить ему. Сейчас ни для кого не секрет, что работодатели, когда набирают людей на работу, они не смотрят только резюме, они еще и смотрят страницы этих людей в соцсетях. Потому что именно из соцсетей можно понять, какой образ жизни ведет человек, кто его окружение, что его интересует и так далее. Что в резюме люди, как правило, не пишут, либо пишут так, чтобы это было удобно им. И то же самое и в нашем бизнесе теперь. Люди, возможно, прежде чем зарегистрироваться, будут искать, кому зарегистрироваться, смотреть, какой образ жизни будет вести их. Следующий спонсор, какие у него интересы. Он будет подбирать себе, и люди сейчас уже так делают, и будут подбирать себе спонсора по интересам даже. Понятно, что все мы регистрируемся в Арифлейм, но тем не менее спонсоры у нас у всех разные. Каждый спонсор имеет какие-то собственные интересы, собственные какие-то устремления и так далее, привычки. И на это обращают внимание люди, и именно таким образом вас выбирают. Если у вас сильный бренд, безусловно, он сам будет монетизироваться. Сам по себе, даже без вашего участия. Со временем, именно так и будет работать наш бизнес через какое-то время. В общем-то, он уже и сейчас так работает, но в какой-то степени не в полной. С чего начать? Во-первых, начните думать о себе в интернете как о бренде. Очень важно помнить о том, что в подавляющем большинстве случаев люди, которые подписаны на вас в социальных сетях, видят вас очень редко. В реальной жизни я имею в виду. И у них в голове ваш образ складывается именно из ваших постов в соцсетях. Задумайтесь, попробуйте вспомнить, когда вы в последний раз виделись со своими одноклассниками, однокурсниками, коллегами, простоами по работе. Ну, степень людей, с которыми вы не общаетесь в офисе, на ежедневной основе, или вы люди, с которыми вы сейчас не ведете бизнес. Как давно вы их видели в реальности? В большинстве случаев ответ будет от нескольких месяцев, возможно, до нескольких лет. И что вы сейчас знаете об этих людях? Ровно то, что они запостили в социальных сетях. И если эти люди не задумываются о своем бренде в социальных сетях, то именно такую картинку вы получаете о них, несмотря на то, что в своей обычной жизни сейчас, возможно, эти люди добились гораздо большего, либо гораздо более интересны. Ну, они просто не уделяют этому внимания, потому что не видят в этом необходимости. В нашем бизнесе это крайне важно. Если вы правильно начнете себя позиционировать в социальных сетях, то и люди, которые вас видят в офлайн очень редко, начнут менять о вас свое мнение со временем. И придет время, когда они мало того, что сами обратятся к вам с просьбой зарегистрировать их к вам в структуру, но кроме этого еще и начнут приводить других людей, потому что начнут лайкать ваши посты, комментировать и так далее. Фоксически станут адвокатами вашего личного бренда. Вот к этому необходимо стремиться. И об этом давайте договоримся о том, что на этом этапе вы просто начнете об этом задумываться, если пока не задумались. Хотя, судя по тому, что сейчас перед моим выступлением говорилось, я так понимаю, вам уже вчера дали понятие о том, что об этом нужно думать. Это очень хорошо. Вообще, развивать свой личный бренд можно и привязываясь к какому-то другому бренду. В данном случае развитие вашего бренда внутри Арифлейм, оно, точнее, как скажем, Арифлейм является неотъемлемой частью развития вашего бренда. И за счет Арифлейм вы в том числе можете развивать свой бренд, за счет мероприятий, которые проходят в Арифлейм, в которых вы участвуете, за счет каких-то обучающих семинаров и так далее. С другой стороны, вам необходимо продвигать продукцию, продвигать этот бизнес. И мы понимаем, безусловно, что часто бывает сложно вам это сделать, потому что мы вам говорим, мы запускаем новейдж, говорите об этом всем. И вы можете об этом говорить, только наделав скриншотов со стартовой страницы сайта. Да, бывает такое? Да, и вот мы, в общем-то, пришли к решению этой ситуации. Начиная со следующего каталога, мы будем, вот как тут написано, будем выгружать на отдельный ресурс, пока на OneDrive, а затем на какой-то, скорее всего, более удобный, полный пакет коммуникационных материалов для каждого каталога. Так и думал, что будут аплодировать на этом слайде, я вас понимаю. Что они будут из себя представлять на первом этапе, на первых этапах, первых каталогах? Это будут баннеры для постов по всем ключевым темам этого каталога, то есть, например, если нет рекрутинговой компании, по ней будет несколько баннеров, если это некий продуктовый запуск, серьезный, вроде Novage или помада матовая, то по ней тоже будет большое количество баннеров. Кроме этого, мы будем делать баннеры для оформления ваших страниц в социальных сетях во всех. Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, ВКонтакте. Вы сможете каждый каталог менять оформление своей страницы, будет несколько вариантов, вы сможете выбирать на свое усмотрение и ставить. Какие-то из них будут продуктовые, со временем мы наделаем варианты, которые просто будут представлять компанию Reflame, то есть, некая девушка, либо парень, либо пара, наш логотип и так далее. Это будет, плюс к этому будут презентации по каждому из ключевых запусков с готовыми подстрочниками, которые вы сможете показывать на ваших мероприятиях, тексты, прессы и лизов, которые мы сами используем на случай, если вам нужна какую-то текстовую качественную информацию для постов о том или ином продукте, либо, если вы хотите сотрудничать со СМИ в вашем городе, например, и в конце статье ставить ваши контакты, то есть, у вас будут тексты и пресс-релизов, у вас будут видео, короткие и иные для постов в соцсетях, в том числе, порезанные под Инстаграм, ну и, в принципе, видео, которое вы сможете, либо мы будем давать ссылки на YouTube, откуда вы хотите, можете сделать перепосты, либо выкачивать, и вы сможете закачивать собственные видео. Ну, то есть, такого характера примерно будут материалы, и мы, само собой, настроим какую-то обратную связь от вас, потому что мы готовы под ваши запросы подстраиваться и делать именно то, что вам необходимо. Во-первых, на темы, на которые вам нужны, во-вторых, в форматах, которые вам нужны. Вот. Да, с одной стороны, это хорошая новость, вы аплодируете, и, как я говорил, я знал, что вы будете аплодировать, аплодировать, но, с другой стороны, дело в том, что всю, вся информация, которую мы будем для вас давать, ее можно будет использовать в большинстве случаев только в рекламных целях, то есть только для рекламных постов, потому что она будет посвящена либо продукту, неважно какой категории, любой, либо продвижению нашего бизнеса. Но в социальных сетях, либо, в принципе, в интернете 90% постов должны быть посвящены развитию вашего личного бренда, либо они должны быть полезны, то есть это должна быть, как минимум, какая-то нативная реклама, либо обучающая информация, либо информация о вас, которая будет развивать ваш бренд и так далее. И только 5-10% ваших постов могут быть рекламными. И это очень важно отметить, что вы можете только навредить себе, если возьмете эти материалы все, и начнете просто каждый день делать по два поста с предложениями каталога. Кстати, еще будут предложения каталога, то есть, например, у нас в Владимирском каталоге туалетной воды с глубокими скидками, вот пока каждая туалетная вода будет со скидкой и с ценой в виде отдельного поста. То есть, если вы начнете брать эти посты и просто каждый день вставлять по два утром и вечером таких поста, то от вас просто отпишутся через месяц, и я думаю, что вы сами прекрасно это понимаете. Никому не интересно каждый день просто просматривать очередные рекламные сводки от компании «Элифлейм». Человек, который захочет, он и так зайдет на сайт, посмотрит, и наверняка он и так будет знать об этих предложениях. Соответственно, здесь важно понимать, что подавляющее большинство постов должны быть полезны и интересны конечному читателю. И над этим вам предстоит работать. И дальше я бы хотел с вами поговорить о том, как можно придумать, о чем в принципе говорить, на какую тему завести свой канал, куда в каком направлении двигаться, какого характера посты делать. Для того, чтобы быть полезным и интересным конечному читателю. Иначе, я повторюсь, от вас будут отписываться. И вы таким образом портите свой проект в интернете, и он наносит вред вашему бизнесу. Не то, что никак не влияет на развитие, а даже наносит вред вашему бизнесу. Почему важно в принципе говорить об этой теме? Давайте теперь перейдем уже непосредственно к более практической части. Почему важно все это развивать в интернете? Потому что сам интернет, digital, как его сейчас модно принято называть, сейчас находится в центре коммуникации. Если раньше рекламные бюджеты, в том числе и в Airflame, которые были, делились по разным каналам, например, мы отдавали какую-то часть рекламного бюджета маркетингу на радио, какую-то часть на телевидение, какую-то часть на СМИ, какую-то часть на интернет. И рассматривали эти каналы как отдельные. То есть мы смотрели в конечном выходе, в конечном счете на цифры по каждому отдельному каналу. Как выстрелило радио, как выстрелил телевизор и так далее. Теперь все работает иначе. Все каналы работают для того, чтобы привлечь людей в digital. То есть мы теперь смотрим не на то, как у нас выстрелил телевизор, либо как у нас выстрелились мы. Мы смотрим, какое количество людей из рекламы в СМИ у нас перешло в digital и осталось с нами. Подписалось на наши группы в соцсетях, зарегистрировалось как консультанты и так далее. И именно по этим критериям, по переходу по эффективности роста аудитории в digital, мы оцениваем все остальные каналы. То есть все теперь крутится вокруг интернета. Если какой-то канал не позволяет нам развивать нашу аудиторию в интернете, мы просто от него отказываемся. Все существует теперь просто ради того, чтобы увеличивать аудиторию в интернете. И именно так и вы должны тоже в принципе относиться к своему бизнесу сегодня, для того, чтобы завтра построить качественный бренд. Фактически все, что вы сейчас делаете оффлайн, так или иначе, должно иметь возможность в конечном счете приводить людей на вашу страницу в соцсетях, делать так, чтобы люди становились вашими подписчиками. Вот тогда это будет работать. Да, возможно, вы проводите мастер-классы, значит ли это, что нужно их отменить? Нет. Ну, сессии, вот, запрошиваются. Нет, но это значит, что люди, которые будут выходить с этих сессий, обязательно должны понимать, что они могут быть добавлены вами в некую группу. Вы их об этом можете предупредить, потом добавить, но они уже принимают решение, согласятся они в нее вступить или нет. Вот так теперь это должно работать. То есть вам необходимо постоянно задаваться над тем, как наращивать свою аудиторию. Теперь давайте поговорим о том, о чем вы будете писать, когда вы этих людей наберете в конечном итоге. Вы можете почитать в интернете это техника создания маркетинговой стратегии, состаг. Ну, точнее, ее используют, эту технику используют в разных сферах, но чаще всего в маркетинге, и родилась она в маркетинге в конечном итоге. Это аббревиатура от шести английских слов, которые вы можете видеть по кругу, и они есть у вас в раздатке. Я вижу, что у вас открыт как раз на этой странице. Я не стал их переводить здесь, но у вас есть перевод в ваших раздаточных материалах каждого из этих кругов. Давайте пойдем по порядку и попробуем задуматься над тем, как вы можете построить собственную стратегию присутствия в интернете, о чем вы будете говорить и как вы будете себя позиционировать. Во-первых, с чего нужно начать, это проанализировать существующую ситуацию. Сейчас многие подумали о том, у меня ничего нет, кроме своей собственной странички в соцсетях. Вот, собственно говоря, что анализировать, с анализом покончено, да? Это не совсем так на самом деле, и я решил в этой презентации оттолкнуться как раз от того, что у вас нет никакого серьезного развитого канала в YouTube, у вас нет никакой серьезно развитой группы с большой аудиторией в социальных сетях, у вас есть просто личная страница с достаточно большим количеством друзей, потому что вы за счет этого рекрутируете, возможно. Ну и вот, собственно говоря, вы хотите от этого оттолкнуться. С чего можно начать как вариант, и в каком направлении, в принципе, нужно двигаться в начале, то есть когда вы анализируете ситуацию. Во-первых, можно поработать с Google Trends. Поднимись, пожалуйста, в руки, кто знает, что это такое, что это за ресурс. Выше можете поднять. Так, есть некоторое количество людей, 5-7. Ну, в принципе, хорошо, что они много, это значит, что мое выступление все-таки будет чем-то полезным. Запишите, пожалуйста, как это пишется. Достаточно просто будет найти после этого в интернете этот ресурс. Это один из сервисов, который принадлежит Google, как вы видите. И вся возможность, которую дает, скажем так, бесплатная версия этого сервиса, заключается в том, что вы можете видеть статистику любых запросов в интернете, популярность запросов в интернете. Как это можно использовать? Вы можете, думая над тем, на какую тему вы будете говорить в интернете, например, на какую тему будет ваша группа, на какую тему будет ваш канал YouTube. Понятно, что это так или иначе должно коррелировать с нашими темами. Это должно быть посвящено либо красоте, либо бизнесу, либо сетевому, либо предпринимательству, либо здоровому образу жизни и так далее. Конечно, тем огромное количество. Вы можете выбрать, например, тему только ухода за волосами и причесоком. И фактически будете продавать, конечно же, в основном только серию HairX, что вопрос эффективности. Но вы таким образом можете набрать очень большую аудиторию, потому что, например, тема волос – это один из главных трендов в течение последнего года. Но это, как вы понимаете, не значит, что так будет завтра. Если вы все сейчас начнете заниматься волосами, то, к сожалению, результат не повысит никто. К чему я так говорю? Потому что вы можете, делая запросы в Google Trends, понять, о чем сейчас спрашивают люди-поисковик. То есть, что они ищут. И таким образом создать группу, информация в которой заведомо будет пользоваться спросом, потому что вы знаете, что люди это ищут. Людям, в принципе, всем интересна эта тема. Хочу привести пару примеров. Вот, например, статистика. Здесь вам не видно. Вот этот год – это 2006-й, то есть 10 лет назад. А вот этот год – это 2016-й, вот где пик. Я ввел здесь два запроса, точнее, я здесь отразил только статистику по двум запросам. Первый запрос, тот, что красный, давайте его возьмем. Это запрос фитнес-трекер. Ну, такого понятия, как фитнес-трекер, 10 лет назад понятно, что еще не было, поэтому и запросов не было. Но первые появились вот пару лет назад. И, как видите, они набирают популярность. То есть, теоретически, тема, касающаяся фитнес-трекеров, приложений, которые посвящены, там, заведению здорового образа жизни и так далее, людям интересна. И второе, что я ввел, тоже очень хороший иллюстративный пример – полумарафон. Посмотрите, какая статистика спроса на полумарафон. Полумарафоны бегали и 50 лет назад, но это не имело вообще никакой популярности на протяжении последних 10 лет. И только в последние три года у этого какие-то сумасшедшие просто показатели роста. Понятно, что здесь очень высокая волатильность, она так прыгает, но это связано с тем, что зимой бегают и спрашивают меньше, летом бегают и спрашивают больше. Соответственно, в летний период, если создать группу, например, посвященную бегу, полумарафону и привязать к этому wellness, например, в конечном итоге, то теоретически такая группа будет иметь очень высокую популярность у определенных людей, поскольку этот тренд, в принципе, выбирает популярность. Либо еще, как пример, вот два запроса, они касаются темы здорового образа жизни. Вот это запрос wellness в мире во всем, то есть там можно выбирать регион, вот это запрос во всем мире. Как видите, тренд не то, что не растет, а даже немного падает. То есть да, люди этим интересуются, достаточно стабильно, как вы понимаете, подавляющее большинство людей, которые ищут Google, это Штаты, Европа, развитые, скажем, страны. Спрос достаточно стабильный. А вот это запрос ZOZ, что в принципе на русском языке означает то же самое wellness, в течение последних 15 лет. И посмотрите, какой спрос в течение последних лет. То есть люди все больше и больше задумываются о здоровом образе жизни. Десятки тысяч людей уже ездят каждое лето на велосипедах, бегают по марафону и так далее. Этот тренд только продолжает развиваться. Таким образом, вы можете выбирать нишу, благодаря Google Trends, в которой вы можете начать работать. То есть если вы видите, что тренд набирает обороты, то возможно именно об этом вам есть смысл сейчас поговорить в контексте Арифлей, в конечном итоге. Ну и в принципе на эту тему сделать ваш канал на YouTube, сделать вашу группу в социальных сетях и так далее. В принципе, вы можете выбрать абсолютно любую тему, которая интересна вам. Само собой. Если на нее нет большого спроса здесь, это не значит, что она не будет успешной. Если у вас есть некий уникальный контент, вы всегда найдете свою аудиторию, благодаря развитию вот этой крауд-культуры. На любую тему сейчас можно найти людей. Но в принципе, потенциально, большим потенциалом, наверное, будут пользоваться какие-то вот эти темы. И об этом вы можете помнить. Попробуйте, забивайте сам любые слова, абсолютно любые запросы, и вы будете видеть, что сейчас интересует людей, а что сейчас людей не интересует. На какие темы говорят, на какие темы не говорят. Да, давайте спрашивайте. Можно сказать, что по странам, по странам можно увидеть? По странам можно, по городам, я ничего не говорю, я не помню. Можно, можно. Яндекс.Вордстат, там забиваешь и город, и область, и видишь, сколько вопросов. Да, я могу сказать. Спасибо, что на ноль не про Яндекс.Вордстат, это аналогичный сервис на Яндексе. Там можно. Яндекс.Вордстат. Да. А я не вижу. А, вижу. Просто сами вопросы, если что, подробно еще. Ну, мы не будем сейчас ответить. А вы спрашивали, что ли? Нет. Нет, это вопрос. А, мы услышали вопрос. Да, да. Хорошо, я понял вас. Вопрос заключался в том, что можно ли смотреть статистику по отдельным городам. И ответ был следующим, что в Яндекс.Вордстат, да, точно можно. А в Гугле, я честно говоря, не знаю. Яндекс.Вордстат, аналогичный сервис. Есть еще вопросы по этой теме? Я готов отвечать в течение презентации на вопросы, в принципе. Потому что она достаточно длинная, и потом возвращаться можно что-то любить забыть или передумать. Лучше давайте сразу. Окей, хорошо, идем дальше. Следующее. Что еще можно анализировать при выборе темы? Допустим, вы с Google Trends определились. На какие примерно темы вы можете говорить? Лучше, само собой, выбирать не одну, а несколько. Есть темы две либо три, которые могут быть смежными. О них можно говорить в одной и той же группе. И контент не будет мешать друг другу и будет интересен одной и той же аудитории. И, само собой, это все можно смотреть. Кстати, в Google Trends можно также смотреть, кто спрашивает. Возраст, пол и так далее. То есть вы можете выбрать два, три, четыре тренда, которыми интересуется одна и та же аудитория. И сделать группы на две либо три смежные какие-то темы, которые не против... Ну, грубо говоря, покрышки и wellness, конечно, будет сложно совместить. И этого не нужно делать. Но beauty темы, beauty and health lifestyle, то, что мы сейчас предлагаем, это, конечно, все абсолютно легко можно... может быть совмещено. Следующее. После того, как мы определились с темами, что еще можно делать, что еще можно поанализировать. Существуют сервисы, вот примеры этих сервисов. Popster, Zagajem, Social Bakers. Это сервисы, которые предлагают услуги по аналитике групп в социальных сетях. Они дают статистику, которые сами сервисы, сами группы, как правило, не предоставляют. То есть здесь, ну, скажем так, статистика по соцсетям, по группам в соцсетях, но более навороченная. Причем вы здесь можете смотреть по любым группам, не только по своей, но и это тоже своего рода плюс. Поскольку, если, допустим, ВКонтакте администратор группы закрыл статистику, то вы никогда не узнаете, хорошо у него идут дела или плохо. Эти сервисы такую возможность дают, они сами анализируют статистику групп. Как это можно использовать? Они, конечно, платные, но во всех этих сервисах есть некая бесплатная версия, которая, в принципе, даже может быть достаточно для того, чтобы хотя бы примерно понять, куда двигаться и что делать. Как с ними можно работать? Приведу на примерах. Вы выбрали свою тему. Следующее, что вам необходимо сделать, это в социальных сетях, в которых вы хотите работать, найдите группы на эту тему. Само собой, они уже будут менее или более популярными. Находите эти группы и анализируйте их с помощью этих сервисов. Как пример, что здесь можно анализировать для того, чтобы понять, куда далее развиваться. Вот этот пост я анализировал группу Арифлейн. Проинализировал группу Арифлейн. Что я получил? Там есть в каком сервисе конкретно, вот это, к сожалению, уже и не помню. Шедевр рекламы. То отлично. Но это один из наших постов в соцсетях Арифлейн и ВКонтакте. И именно группу ВКонтакте я анализировал. А, да, вы имеете в виду, что шедевр реклам проводился конкурс. Да, абсолютно верно. Мы делали репосты на свою группу. И вот этот пост с репостом шедевров рекламы получил наибольшее количество комментариев, лайков и репостов. То есть можно сортировать, например, на этом сервисе посты любой группы по убыванию, по количеству шеров, лайков и репостов. Зачем вам это делать? Вы берете группы-конкуренты, набираете какое-то количество 10, вводите их, вносите их в эти сервисы, Сортируйте по убыванию посты, и вы будете понимать, о чем вам необходимо писать на эту тему, чтобы это было интересно пользователю, конечно. Понимаете, о чем, да? То есть на что пользователи лучше всего реагируют, на что, не так, на что лучше всего реагируют пользователи, которые увлечены именно той темой, которую вы хотите выбрать. Какого рода посты, рекламные, да. Ну это такой маленький, конкретный вопрос. Наверное, он сейчас будет говорить, а при чем тут Эвен? Сейчас я... Да. Вопрос такой, при чем Эвен? Я собирался ответить на него, но он еще и похоже. Давайте отвечу сейчас. Смысл этого поста заключался в том, что у... Как его называть? СМИ. Шедевры рекламы, это онлайн журнал, наверное, давайте так его назовем, периодически есть, как они их называют, баттлы. То есть кто против кого. Они просто берут два бренда, например, схожих, схожие специфики, например. Пепси и Кока-Кола. И вот у них Пепси vs Кока-Кола. Кто кого? Тьма против там... Света. И все, люди просто голосуют. За кого больше лайков поставят в голосовании, тот и победил. Никакого смысла большего то нет. Просто баттл, как они это называют. И вот у нас был аналогичный баттл, и мы с большим отрывом в игре. Вы можете убедиться в этом, зайдите либо на шедевр рекламы, либо если вы зайдете на один из вот этих сервисов, по-моему, это Popster, кстати. Если вы зайдете примерно в Popster, введете нашу группу, ассортируете... Пожалуйста, я же тут уже был бы... Зайдете на эти сервисы, введете нашу группу, ассортируете посты по популярности, то этот будет верхней, и вы сможете посмотреть, с каким именно отрывом вы выиграли, если вам это интересно, как у вас это имеет значение, и чтобы убедились, что да, мы точно выиграем. В комментариях... Вы, наверное, получите эту презентацию, я так подозреваю, да? В комментариях к этим слайдам есть эти ссылки, я их оставил. Поэтому вы можете фоткать, записывать, но быть уверены еще в том, что вы просто ссылки получите на эти ссылки. Что еще можно анализировать таким образом? Вот, как пример, там на самом деле инструментов для анализа, либо возможностей для анализа множество, но я решил выбрать 2-3, чтобы привести вам просто примеры. Поскольку, когда вы начнете анализировать группы ваших, условно говоря, конкурентов, вы поймете, для чего вам это нужно, для чего вам нужно анализировать тот или иной показатель. Вот еще один пример. Это активность пользователей группы той или иной группы в социальных сетях. Здесь я тоже анализировал Reflame, для чего это нужно делать. Таким образом вы можете понять, в какое время аудитория, которая интересует эту тему, наиболее активна. То есть больше всего, в какое время она чаще всего сидит в интернете и чаще всего лайки. Если, ну, важно понимать, что если это, например, мамочка в декрете, то когда у нее, скорее всего, свободное время для того, чтобы посидеть в социальных сетях? Ваше предположение. Ночью или днем, когда ребенок спит? Да, вот здесь говорят. Да, это так и есть. И если мы возьмем какую-то группу для молодых мамочек, ну, например, посвященную тому, как ребенка взрастит, ребенок от года до пяти, да, то пики популярности, активности в этой группе будут, скорее всего, да, в обед и ночь. И важно понимать, что от того, какую тему предлагаете, зависит, какая придет аудитория, и, само собой, следовательно, зависит, в какое именно время эта аудитория будет более активна. И зачем вам это знать? Чтобы именно в это время, да, и делать пост, либо накануне этого времени, чтобы таким образом получить наибольшую вовлеченность. Вот это еще, как говорят, инструмент для анализа. Как видите, вы можете даже, не имея группы, в принципе, уже получить достаточно большое количество информации и понять, о чем же вам лучше говорить в интернете, на какие темы. Если вам удастся выбрать нишу, которая в тренде, то есть, по которой большое количество запросов в интернете, но нет раскрученных групп в социальных сетях, либо нет раскрученного канала на YouTube, то это, по большому счету, уже залог успеха, если вы зарегистрируете группу с такой тематикой и будете правильно ее вести. Есть вопросы? А я не пробовал страницу, смотрите. Серьезно, я просто не пробовал. У меня как-то все вопрос. Смотрите, страницу в Фейсбуке, про которую мы с вами говорили в первый день, тоже можно так проанализировать, по странице в Фейсбуке. Чужую. Чужую? Там уже говорим о чужих. А, чужие. Ну, наверное, есть сервисы, если ты свою можешь. То есть, страница, она как группа ВКонтакте, страница в Фейсбуке. Попробуйте. Но, если вы будете анализировать, я бы вам, наверное, тогда порекомендовал брать, ну, понятно, вы свою страницу, если, мне кажется, статистику покажут, но если вы будете анализировать свою страницу и страницу, допустим, кого-то потенциального конкурента, то, мне кажется, вам лучше всего тогда будет выбирать некие авторизированные страницы, вот с этим значком, например, голубым ВКонтакте, что эта страница принадлежит какой-то звезде или тому-то самым популярным, официально. Потому что таких людей, как право, самое большое количество подписчиков и статистика будет самой ярко выраженной. Потому что аудитория-то там так или иначе будет таргетированной, просто она будет очень большая, и статистика будет более точная на большой аудитории. Ну, это так же касается групп. Чем больше группа, тем лучше, чем более четкой будет статистика, с меньшей степенью погрешности. Хорошо. Подумали, о чем говорить? Допустим, придумали. Идем дальше. Что теперь делать? Теперь необходимо поставить перед собой цели, и здесь важно задуматься, о чем вы конкретно будете говорить в сети, на какие темы эти темы записать, что далее с этим делать? Следующий шаг. Подписывайтесь на все возможные новостные СМИ, каналы, группы, которые посвящены этой теме. На все, что только найдете. Абсолютно. Вы никогда не знаете, кто первым раз добудет какую-то новую интересную информацию. Информацию, контент, ролят все абсолютно. Поднимите, пожалуйста, руки, кто слышал о секте. О! А я рассказывала позавчера. А, было, да? Был рассказ. Отлично. Хорошо. Вот Секта яркий пример того, как необходимо генерировать контент, и очень яркий пример того, как можно создать сообщество на какую-то конкретную тему, и его вести и развивать. Это один из референсов, которые можно брать, на которые можно подписываться, для того, чтобы следить за тем, как они это делают качественно в контексте здорового образа жизни. То есть я ее здесь привел как пример, но в принципе, о чем мы говорим, о том, что делать, когда вы выбрали тему. Подписывайтесь на все, что только найдете. Абсолютно. Популярные, непопулярные, СМИ, стартапы, звезды какие-то, профессионалы в этой сфере, все что угодно. Вам необходимо фактически стать журналистом, человеком, который будет постоянно контролировать новости по этой теме. В принципе, вы все равно так или иначе каждый день читаете какие-то новости, просматриваете ленту и так далее. И то, что в вашей ленте ежедневно появится плюс 20 постов, от этого хуже не станет. Но тем не менее, во-первых, это поможет вам развиваться в той сфере, которую вы выбрали, во-вторых, это поможет вам всегда иметь, быть в курсе последних новостей. Что очень важно в данном случае, поскольку это в том числе в дальнейшем поможет развитию вашего бренда. Подписывайтесь на все новости для того, чтобы быть в курсе. Кроме этого, возможно, вы знаете о том, что у Яндекс и Гугл есть такие сервисы, как Google Alerts, UseGoogle.com и UseYandex.ru, которые могут высылать вам пуш-ап уведомления о поступающих новостях на какую-то конкретную тему. Знаете об этом? То есть, например, приведу вам пример, как это работает. Когда у нас в офисе были мастер-шоу, у нас есть человек, который в таких случаях занимается корпоративными коммуникациями. То есть, его задача связываться со всеми СМИ и давать от нас какой-то единый ответ, то есть, давать информацию о том, что сейчас в данный момент происходит. В тот день этот человек не попал в офис до того, как все это началось, и поэтому он сидел на ступеньках, если кто-то в этот день приходил к сервису, вы его видели. Он сидел возле входа, вот на бетонной ступеньке. Кто-нибудь видел? Был и попадал. О, есть человек, который видел. Вот этот человек общался, то есть, я в какой-то период час примерно сидел рядом с ним, ему каждый час звонил кто-то, ну, не каждый час, каждый, это я сидел, каждый час, каждые пять минут ему звонил какой-то СМИ, и он им всем отвечал примерно одну и ту же информацию, что нет, я не внутри, у меня не нос. Но там они не ведут себя агрессивно, они просто собирают документы, никого не пускают, не выпускают и так далее. То есть он был своего рода СМИ. И как он работал? То есть как он отслеживал за тем, что о нас говорят в СМИ? У него были сделаны настройки вот в этих сервисах по слову Арифлейм. Арифлейм, Арифлейм, по-разному же пишут разные новостные издания, и как только появлялась новость о нас, где-то он в эту же секунду получал на свой телефон уведомление о том, что Арифлейм где-то упомянут в новостных изданиях, в новостных лентах, в интернет-СМИ и так далее. Он открывал, читал, если его не устраивало, как это написано и так далее, он звонил в это СМИ и разговаривал с кем-то. Где вы взяли эту информацию? Откуда она у вас? А давайте исправлять, потому что она неправдивая и так далее. Ну, примерно так он работал. И вот это яркий пример того, как вы можете использовать эту информацию. То есть, если вы интересуетесь какой-то темой и хотите на какую-то тему знать самые последние новости, вы можете какие-то запросы, небольшое количество, что вас не заспамило, просто ввести в эти сервисы, и вы будете получать уведомления. Таким образом, если на тему питания, полумарафоны, не знаю, здорового образа жизни, вы получите уведомления, первое, и сразу же сделаете перепост, либо перепишите эту новость под свой лад, и напишите об этом же, вы фактически будете как СМИ. Потому что самые популярные новости так или иначе разлетаются постепенно. Сначала кто-то один ее выкладывает, первый, потом уже остальные волной, волной, волной начинают. И вы можете быть, фактически, вы можете работать со скоростью СМИ благодаря этому сервису. На выбранные, на конкретные темы. И в таком случае вы будете интересны вашим читателям, потому что они будут понимать, что вот здесь, вот этот человек пишет быстрее, чем лента.ру, например. А это абсолютно реальность. Потому что лента.ру может быть второй, третий или третий, кто об этом, в принципе, узнает. Да, с разницей в 20 минут, но за эти 20 минут половина этой аудитории уже может сделать собственные посты на эту же самую тему. И в таком случае вы тоже будете развивать свой бренд, потому что вы будете быстрее СМИ на релевантную тему, будете всегда интересны вашей аудитории и таким образом будете получать больше подписчиков. Следующее, о чем давайте говорю. Когда вы поставили свои цели и набрали себе достаточное количество ресурсов для того, чтобы генерировать контент на эту телу, подписались на новости на СМИ, пользуетесь этими сервисами и так далее, следующее, что нужно задуматься о стратегии. Как теперь вы всю эту информацию будете перерабатывать, переваривать и как вы ее будете позиционировать на своей странице в интернете. О стратегии на самом деле немного, важно, чтобы вы понимали вот что. Что само по себе позиционирование в социальных сетях и в интернете бывает трех видов. Прямое, косвенное и скрытое. Прямое позиционирование это когда вы напрямую заявляете о себе либо о продукте просто в лоб. То есть, вот, на, вышла помада, покупай. Вот это я, и когда у вас все посты такие, а к сожалению, у многих наших лидеров и консультантов посты сейчас именно такие, являются прямым позиционером. Я консультант Арифлейм, и вот тебе в день по 10 постов про нашу продукцию, про нашу, про наш велос, про наши мероприятия и так далее. Просто в формате уведомления. Это, конечно, нелегко. Прямое позиционирование может быть эффективным в случае, если у вас серьезный, раскрученный бренд. Вы открыто о себе говорите, у вас есть деньги на то, что вы... Прямым позиционированием, как правило, занимаются компании. Вот именно каналы компании и страницы соцсетей, как правило, пользуются именно стратегией прямого позиционирования, потому что делать косвенное в большинстве случаев для них смысла нет. Либо бывает такое, что они используют и прямое, и косвенное. Что такое косвенное, когда вы пишете или создаете группу в социальных сетях, либо создаете канал на какую-то тему смежную с товаром, который вы реализуете. Ну, например, как я уже говорил, полумарафон, подготовка к полумарафону, куда там будут фитнес-трекеры и питание для спортсменов, и одежда там может быть какие-то, то есть помощь на буре одежды. Но в контексте питания вы там будете говорить о чем? Понятно о чем. Вы будете говорить о wellness. Вот это есть косвенное позиционирование, когда группа казалась бы на другую тему, но главная цель этой группы все-таки продавать какую-то продуктовую категорию. Вот это позиционирование является косвенным, и на мой взгляд для большинства лидеров подходит именно это позиционирование групп. Личной страницы нет, потому что ваша личная страница это все-таки прямое позиционирование, вы развиваете свой личный бренд, рассказываете о своем стиле жизни, что у вас происходит, и вот у вас может быть, конечно, на личной странице рекламный пост, но их должно быть 3-5% не больше. То есть люди должны просто видеть, что вы из себя представляете, хозяин вашей страницы. А косвенное позиционирование лучше всего подходит как раз-таки для создания группы. Потому что если вы создадите группу, как часто было, сейчас уже меньше, но все-таки тоже достаточно много бывает, Арифлейм, Арифлейм, Казань, не знаю, например, и просто делаете туда репосты с нашей официальной группой, плюс добавляете несколько своих изображений, то это никому не интересно. Такую группу очень сложно раскручивать, потому что люди не видят разницы между официальной группой, Арифлейм, еще десятью такими же группами. Все одно и то же. Согласны? Да. Вот сами, вот сами, небось, сначала вступайте в такие группы, а потом да, ну, вас и отписывайтесь. Да, главный, главный. На любую тему. Это работает с любой темой, в том числе и у нас. Поэтому косвенное позиционирование лучше работает с группами, и именно об этом я предлагаю вам задуматься сейчас, как вы понимаете, с самого начала, когда предлагаем вам выбрать тему, о которой говорить, о чем говорить, подписаться на новости и так далее. И скрытое позиционирование, о котором я просто расскажу, но использовать в нашем бизнесе я смысла не вижу, как правило, его используют для рекламы табачных изделий и алкоголя, поскольку прямая реклама, как таковая, запрещена, не приветствуется и так далее. Эти компании, все эти компании используют скрытое позиционирование. То есть, у них есть группы, которые абсолютно практически не касаются никак алкоголя либо компании, просто на какие-то отвлеченные темы, и кроме как бренд этой алкогольной продукции вы ничего больше не увидите. Никакой рекламы, они не будут ни к чему призывать, к покупке, просто это будет фестиваль и бренд какой-то конкретный, допустим, алкогольный. И все. И кроме этого больше ничего. Они не призывают покупать, они проводят фестиваль. Это скрытое позиционирование. Я не вижу смысла использовать его у нас в бизнесе, но если вы в этом вдруг увидите какой-то смысл, вы тоже можете этим пользоваться. Это что касается выбора стратегии. Давайте здесь как-то подытожим, что на мой взгляд, на ваше усмотрение, конечно, как вы это все будете понимать и использовать, но на мой взгляд наиболее эффективным на данном этапе развития нашего бизнеса будет прямое позиционирование на личной странице, причем в прямом позиционировании себя развития личного бренда и посленное позиционирование на страницах в соцсетях, поскольку читать просто про Арифлейм и про акции в Арифлейм никто уже не хочет. Этой информации и так достаточное количество в интернете. После того, как определиться стратегии, как вы будете развиваться, у вас уже, напомню, есть контент, давайте немного поговорим о тактике. Вы можете поискать в интернете виды контента, которые можно постить в социальных сетях. есть разные абсолютно критерии разделения контента. Вот это один из них, я не могу, не буду брать для себя право говорить, что он самый правильный, я не знаю. Есть разные, кто-то делит на 3-4 вида, кто-то на 10, на 15. Что важно понимать, что вы можете выбрать для себя некий список вот этих видов контента, которым вы будете использоваться. Почитайте про эти виды контента, и дальше вам необходимо понять для себя, распланировать, какой процент от всех ваших постов, какого контента будет. На самом деле, это нужно сделать всего один раз, для того, чтобы дальше будущим этим пользоваться. Не нужно, ну, видишь, сейчас я начинаю переписывать эти цифры, я их поставил примерно, чтобы было понимание, что, например, продающего должно быть очень мало, обучающего должно быть как можно больше, либо какого-то развлекательного тоже должно быть много. То, что людям интересно, и то, что людям полезно, читается лучше всего. Все остальные посты могут это разбавлять. То есть вам необходимо, когда вы обрелились со стратегией, как вы себя позиционируете, понять, каких постов и каких видов, какой процент у вас будет, и после этого создать свой собственный контент-план, какой-нибудь есть контент-план работы в социальных сетях? Ни у кого. Вы, возможно, будете удивлены, но если взять SMM-менеджеров, которые, social media marketing менеджеров, людей, которые занимаются социальными сетями, традиционными, например, в нашей компании, человек в штате, который сидит и занимается только нашими соцсетями, и в любой другой компании, такой же человек, всегда имеет так называемый контент-план. то есть это план постов как минимум на месяц вперед. Нет никаких проблем с тем, чтобы его создать, просто об этом редко кто задумывается. Все, что вам необходимо сделать, это решить, сколько постов в месяц у вас будет, а их должно быть не более трех в день. Считается, что оптимальное количество это три в день. Если вы делаете больше постов на своей странице, то это начинает напрягать пользователей. И чем их больше, тем больше это пользователя напрягает. То есть есть негагридическая масса, при которой у вас людей отписываться начнет больше, чем подписываться. То есть количество три считается оптимальным, и я его уже не раз слышал, не раз об этом читал, вы сами, наверное, количество встречали, слышали о нем и так далее. То есть если три поста в день, а минимум? Да, в ваших руках сейчас встречу. Везде. Был вопрос группа или страница, везде, неважно где, три поста на аккаунт назову это так, это оптимальное количество. И у молодого человека здесь еще был вопрос, есть ли некий минимум количества постов, которые нужны посты. О минимуме на самом деле никто не говорит. Понятно, если у вас будет один пост в неделю, то это уже не очень хорошо, потому что о вас за этот период времени будут забывать. Но на одном из выступлений спикера, директора СММ-агентства я услышал такую фразу, которая мне почему-то запомнилась, что если вам удалось сделать один по-настоящему качественный пост в день, то вы крутой СММ-наджи. что нет какого-то количества минимального, лучше меньше да лучше. Скажем, если вы ставите перед собой просто цель сделать три поста в день и все, ну и так, для отписки, чтобы они уже не были совсем там, абы какие, что за счет написать, то лучше подумать 300 раз, придумать один крутой пост сделать один крутой пост вот так. Эта работа на самом деле развития личного бренда в соцсетях работа неудивительна, что есть такая профессия, СММ-блогер или Инстаграм-блогер или видеоблогер. Это люди, которые полный рабочий день посвящают тому, что вообще придумывают, а что я сейчас запущу, о чем я сейчас вообще напишу. И это трудно, особенно первое время, если у вас не выбрана тема, тогда вы точно не знаете, о чем писать. Вы начинаете писать о том, что происходит вокруг, о том, какого цвета стены, какого качества еда в отеле, сантехника и так далее. Это как раз таки от дефицита непонимания, о чем же я реально хочу писать и как же я реально хочу себя позиционировать. Если вы за собой такое замечаете, то с чего нужно начать, начать думать о себе как о бренде. наверное, так. предыдущие цифры перелисовывайте в цириал, потому что я примерно поставлю общение. Не говори каплю. Хорошо, есть еще вопросы? Пойдем. все, есть. Хочу иду дальше. Итак, не более трех постов в день. Я возвращаюсь к контент-плану, я не закончил. Если в году, в году, в месяце 30 дней, это значит, и вы принимаете решение, что будете делать три постов в день, то это означает, что у вас должно быть максимум 90 постов в месяц. И контент-план будет заключаться в том, что вы на каждый день, у вас есть виды постов, вы можете делать таблицу, вот у вас есть виды постов, по горизонтали, по вертикали могут быть даты, и вы пишете, в какой день, какой у вас пост будет, и о чем примерно этот пост будет. Если у вас есть время написать, придумать целый пост, очень сложно, придумать сразу в один день или в течение трех дней 90 постов на месяц, это, конечно, архи сложно, но вы можете распланировать хотя бы о чем. Например, что у вас с первого числа будет три поста, один обучающий, один коммуникационный, один развлекательный, на вашу тему. И вы уже можете накануне ходить и думать, о чем я могу написать, читать новости, то есть, чему вы можете научить, о чем вы можете написать свою собственную обучающую маленькую статейку, чтобы это было интересно людям. И вот тогда ваши посты реально будут становиться более и более полезными, потому что вы просто привыкнете к тому, что у вас есть некий план, и вам сегодня нужно говорить вот на эту тему. О чем вы будете перезавтра, вы даже не задумываетесь, вы об этом уже подумали. На самом деле на создание контент-плана у вас будет уходить, ну, может быть, один день на весь контент-план, такой добротный, подробный, я имею в виду, что уже даже с некоторыми постами. Если вы просто его набросаете, это у вас даже пару часов может занять, но это уже будет ваш план, и вы будете по нему работать. Конечно, какую-то часть этого плана могут занимать наши вот эти посты, наших материалов, которые мы теперь будем предоставлять, и на мой взгляд, лидерам, конечно, наиболее удобно, и наиболее эффективно будет работать по каталожному, то есть не на месяц делать контракт-план, а на каталог. Поскольку у нас очень много тем запускается по каталожно, и инфоповодов у нас именно каталожных больше, то планировать на мой взгляд лучше по каталожных. Кроме этого, что еще, не более трех постов в день, старайтесь создавать нативную рекламу. Поднимите руки, кто знает, что такое нативная реклама. Скрытая, да? Да, абсолютно верно. По-другому ее еще называют скрытая реклама, либо они еще говорят, мне больше нравится такое определение, что это реклама, которая не создает отторжения, поскольку скрытая реклама, в принципе, если просто говорить как скрытая, она может создавать отторжение, что в конечном счете не есть нативная реклама. Нативная реклама это реклама, которая отторжения не создает. То есть вы пишете нелегкий текст, прочитав который, человек понимает, что, блин, мне это было полезно, и я теперь хочу вот это купить. Либо мне это было интересно, и я теперь хочу вот это купить. Чтобы было более понятно, хочу привести вам пару примеров. Есть такое онлайн-издание суперкомпрессор для мужчин, как вы понимаете, есть название американское. И у них была целая страница, посвященная 45-летию высадки американцев на Луну. Они подобрали, если я не ошибаюсь, 45 фактов. И какое такое тут не написано. Нет, здесь 45 написано, что это 45 аннеберсари, ну, то есть 45-летие. Но фактов, по-моему, было меньше, на самом деле. Допустим, 20. У них было 20 фактов об этой миссии, опалундец, которые неизвестны, ну, которые не предавались широкой огласке, были засекречены, либо о них мало говорили. То есть просто 11 интересных фактов о том, как это было. Там какие-то приключения этих космонавтов и так далее. То есть контент очень интересный. Человек, люди, которые его читали, они очень быстро вовлекались, читатели этого издания, поскольку сам текст, сами сообщения были эксклюзивными. Ты этого больше нигде не прочитаешь. Но важно не это, что главной целью всего этого была реклама кроссовок, которые люди увидели только в конце, когда закончились все эти публикации, закончились все эти посты. И это не было... Эти кроссовки не мелькали нигде в начале. То есть фактически кроссовки появились там, по-моему, ориентировочно через неделю после запуска платформы, когда уже появились все вот эти вот тексты о всех событиях, о всех вот этих неизвестных фактах, когда аудитория уже стала достаточно большой в этой странице. И вот только после этого, когда уже проект был как бы завершен, там фактически последний день закрытий, и тут появляются кроссовки, которые предлагают купить космические кроссовки, которые там само собой были подвязаны на всю эту космическую тему, лимитированная коллекция всего за 196 долларов. Эти кроссовки были раскуплены за 7 минут, и на следующий день на ebay они появились, цены на ebay вырастали на одну пару до 7000 долларов, то есть их перепродавали и с аукциона уходили с ценой до 7000 долларов. Теперь представьте себе ситуацию, при которой эти кроссовки появляются на сайте LaModa просто в ряду со всей остальной обувью, и под ними написано это лимитированная коллекция, которая посвящена там 45-летию высадки американцев на луну или на ebay. Все просто будут проматывать как очередную пару кроссовок. 7 минут и 7000 долларов в 200. Вот это есть нативная реклама, когда нет отторжения контента у пользователя, товар очень хорошо помещен в контекст, то есть это же космические кроссовки, я вам напоминаю, и за счет этого товар просто улетает. Либо есть еще один пример, вы можете поискать откуда я это взял, там шедевры нативной рекламы введите или лучшая нативная реклама всех времен, ну вот это вот все. Лучше на английском, конечно, искать, там, best-rated advertising или что-нибудь такое, потому что именно европейские, американские примеры самые лучшие, но на русский их тоже много мы попереводили уже. Либо есть еще один пример про банан вообще. В чем заключается все с этого примера? Американцы, по-моему, американцы, двое ребят, прошлись по магазинам хлама, так называемых, ну где вот как бы это найти референс наш. Все по 10. Все по 10. Нет, нет, даже не так. Нет, даже не фикс-прайс. Блашиный рынок. То есть они прошлись по вот таким магазинам, каким-то лавочкам, блашиным рынкам и накупили абсолютно всяких вещей, каких-то безделушек. Вот одним из примеров таких вещей, который был приведен в данной статье, был пластиковый банан. Пластиковый банан, который они купили, боюсь соврать, 3 доллара, по-моему, если не ошибаюсь, поищите в интернете, найдете. 3 доллара. И что они сделали после этого? То есть их цель было выяснить, насколько нативная реклама может влиять на продажи тех или иных продуктов. Вот они накупили вот реально обочего-то, если список рассмотреть, ну просто. Там был какой-то кораблик, выжженный сварщиком из металла. такие вещи, которые вам абсолютно незачем нужны. Они помещали эти товары на ebay и к ним писали некую историю. Они наняли креативные агентства, то есть это было, так как это было инвестиции именно в исследование, они наняли креативщиков, что-то спрашивали. Они наняли креативщиков, и вот, например, к этому банану не было никакой статьи, но к нему был комикс нарисован. Я могу примерно пересказать смысл комикса, он абсолютно странный. То есть вот сидит молодой человек и смотрит на тарелку с фруктами, берет бананы, ест из нее бананы и всегда оставляет один банан. Вот здесь вот еще показывается, что так происходит постоянно, он сидит на диване, смотрит фальшивый телевизор и фальшивые часы, то есть там какое-то фиктивное время покажется, в телевизоре идут какие-то фиктивные программы и новости, и все это происходит на планете Зелон-С, и на самом деле он участник эксперимента, то есть за стеной у него есть инопланетяне, которые посадили его в эту комнату, дали ему настоящие бананы один фиктивный, ждут пока он один этот фиктивный банан съест, а он говорит, что нет, я его не буду есть, я им не дам такого удовольствия подумать, условно говоря, что я идиот, все, вот весь комикс, и благодаря, то есть был размещен этот банан, был размещен этот комикс, благодаря этому комиксу цена банана выросла с трех, ну, я не помню, с какой суммы, до 168 долларов, если не ошибаюсь. суммарно за эту компанию эти ребята заработали, то есть они перепродали и получили больше на 3 тысячи, по-моему, 700 долларов, я боюсь сейчас врать с цифрами именно с этим бананом, я их не помню уже, потому что я вот конкретно этот слайд делал там достаточно давно, может быть, недели-полторы назад, но если вы поищите в интернете фейк банана Native Ad, то я думаю, что вы сможете посмотреть на конкретные цифры, сколько этих ребят, ну вот они на этих везде-лужках заработали около 4 тысяч долларов, понятно, что они больше тратили на вот этих креативных директоров, но таким образом они доказали, что нативная реклама работает крайне-крайне эффективно, и вы можете продать с помощью нативной рекламы все, что угодно, любой товар абсолютно бесполезный, никому не нужный, который валяется на большином рынке и так далее. О чем это все говорит, возвращаясь к нашей теме, о том, что если вы научитесь создавать нативные посты, полезные для людей, то вы можете многократно увеличить свои продажи либо спрос на то, что вы предлагаете, будь то бизнес, вы лично, либо какой-то конкретный продукт. кроме этого, если вы делаете посты, старайтесь вставлять реферальные ссылки. У нас появилась система, как она называют? У меня есть антиска IBS, онлайн-партнер, спасибо. Мы в ИТИ просто с самого начала называли IBS, пока не придумали, этого не помню. Онлайн-партнер, который дает вам возможность в том числе зарабатывать. Я не знаю, кто, честно вам, признаюсь, но я знаю, что в России есть пользователь, у которого, по-моему, 200 клиентов у нас зарегистрированы через онлайн-партнер. То есть, фактически, человек построил еще один систему еще одного пассивного дохода за счет системы онлайн-партнера. Если вы будете использовать реферальные ссылки в своих постах, особенно в нативных, то вы таким образом еще и сможете увеличивать количество покупок, то есть в структуре количество активных клиентов, людей, которые не хотят вам писать, людей, которые не хотят регистрироваться, людей, которые не хотят, чтобы им рассказывали возможности бизнеса, которые знают, что я вот сейчас тихонечко нажму на ссылку, схожу, куплю, и никто меня трогать не будет. Поверьте, мне таких людей очень много, возможно, даже большинство, которые не хотят, чтобы к ним кто-либо прикасался, они просто хотят тихонечко все покупать, и на этом все. следующее, что объем постов, старайтесь не делать посты, да? Я не хотела реферальную ссылку вставлять, когда я говорю о продукте каком-то, или когда посты я покупаю. А смотря какой у вас пост, то есть если вы говорите о продукте, само собой реферальную ссылку лучше встать. Хочешь купить? Вот, на, нажми сюда и купи. Но если у вас есть некая нативная реклама, допустим, вы в контексте помады пишете какой-то небольшой текст и рассказываете о том, что сейчас в треке, как ее наносить, и вы даете какой-то лайфхак, и в него как-то вплетаете эту ссылку на помаду, то туда можно вставлять. Конечно, в каждый пост вставлять вот я в москвасите на семинаре, а вот ссылка на помаду это... Я ответил? Спасибо. Вставляем на правильные ссылки, старайтесь не делать большие посты, только если эти посты не являются сами по себе нативной рекламой, полезной, которые являются некими лайфхаками либо обучающими постами. В таких случаях, конечно, может быть больше символов, но если у вас много текста, вам тогда необходимо, вы видели, наверное, что большие тексты сейчас разделены на небольшие блоки. То есть они идут на странице, смотрятся как отдельные блоки, хотя текст полностью связан, все эти блоки полностью связаны между собой смыслом. Это делается не случайно, потому что, когда человек видит сейчас большое количество текста сплошного, он сразу много букв и все закрывает. Если есть блоки, буллеты, это дает возможность человеку остановиться и делать так, чтобы хотя бы у него взгляд падал с одного блока на другой, с буллета на буллета, и человек так дольше остается на странице. Соответственно, если у вас нет некой обучающей нативной статьи, то лучше уходить от больших текстов и стараться укладываться в 150-300 символов. в такой ситуации в общем-то получите результат. Какой ресурс может вам помочь писать качественные посты? Это ресурс Главред. Главред. У них сайт почему-то не Главред. Ру. Смысл этого ресурса заключается в том, что вы туда заходите, вставляете ваш текст, который вы написали, и этот ресурс подсказывает вам, как этот текст подправить, чтобы он лучше звучал, красивее читался и так далее. Он, насколько я помню, не исправляет грамматические ошибки, он исправляет стилистические. То есть занимается той работой, которой обычно занимаются редактора. Попробуйте его использовать, вы можете посты свои просто таким образом перепроверять. Как правило, у меня, как развивает практика, этот ресурс меня сокращает количество слов постоянно. А вот этот так много расписывать не надо, предлагаем заменить на вот этот. Окей, я меняю, вижу, что смысл не меняется, и да, звучит подвижно и нормально. Пусть он какие-то такие дает возможности проявить стилистические ошибки. Рекомендую вам пользоваться. Теперь давайте поговорим по поводу продающего контента. Это моя презентация с Питера. Кто-то, если из вас был, то сейчас часть информации будет, этот блок будет повторяться. Потом пойдем дальше. Там снова будет. Что касается продающего контента. Почему я решил говорить именно о нем? Несмотря на то, что его очень мало в ваших постах, как я говорил, 5-10, наверное, процентов, но, тем не менее, он очень важен, поскольку именно от него вы ждете наибольшую конверсию. Именно поэтому говорим о нем. И, кроме этого, я хочу вам попросить задумываться над тем, что те техники, о которых я сейчас буду говорить, их можно применять в контексте создания любого поста, или я имею в виду будь то продающий, репутационный, новостной, обучающий и так далее. Не важно, что вы публикуете, главное следовать каким-то единым правилам, чтобы это было эффективно. Поехали. Итак, примерно такую реакцию вы ждете от человека, когда делаете свой пост, правильно? Вы ждете, что он будет очень вовлекающим, вы ждете, что человек прочитает это, что он обязательно пошелит, полайкает, прокомментирует, поделится с друзьями, пойдет на работу об этом, расскажет и так далее. К сожалению, в большинстве случаев происходит не так, но это наша цель. И если вы создадите личный бренд, то, безусловно, как вы уже видели, любой пост начнет срабатывать так. Если вы подпишетесь на любую звезду, звезда, ну, звезда, кого привести в пример, с большим поиском, давайте Бэк, вот мы с ним сотрудничаем, у него большое количество постов, он недавно зарегистрировал свою страницу в Инстаграм, у него там сразу набрался миллион подписчиков за неделю, и у него есть фотографии, где просто сфотографирован его сын жарит блины. И она набирает там какое-то сумасшедшее количество лайков, никому неизвестный мальчик, первый раз видит, просто жарит блины. И она собирает, например, 100 тысяч лайков. Это уже говорит о том, что личный бренд разный достаточно сильный, и люди готовы лайкать все подряд. И пост любой вызывает вот такой эффект. К сожалению, сейчас добиться этого очень сложно, и у лидеров пока, конечно, этого нет в такой ярко выраженной степени, я думаю, что это будет в будущем, но к этому мы идем. Почему это происходит? Потому что какая-то часть постов, которые сейчас существуют, они по большому счету как раз не имеют никакого смысла, и зачастую сопровождаются просто хэштегами. Я вот тут набросал хэштеги сегодняшнего мероприятия, которые вы все ставили. И если у вас были за эти два дня посты, где вы сделали фотографии, и просто поставили один из этих хэштегов, то можно говорить о том, что пост бесполезен. Если вы ничего не дописали, не объяснили, что это, я вас уверяю в том, что людям неинтересно, как выглядит ваше блюдо на завтрак, сколько у вас полотенец в номере, какой у вас вид из окна, и так далее. Да, все это смотрят, пользу никакой для себя не получают, просто воспринимают информацию как факт. И реагируют примерно вот так. Ну, окей, чё? У нас в москвасе семья науки, ага, хорошо, и чё? И важно помнить о том, что именно такой имидж вы этим и формируете. Ну, то есть она просто пусть, да, молодец, добилась, ага, и чё? Вот она, вот ее восклассите, ага, хорошо, отлично, а мне-то что от этого? Так работать не должно. То есть любой пост должен быть интересен для прочтения. Очень многие блогеры, понятно, что делать три поста в день на разные темы описывать сложно, поэтому если вы подпишетесь на каких-то успешных блогеров для того, чтобы просто понимать, а как же писать пост и анализировать это, это тоже важно делать, то вы можете заметить, что человек может писать на одну тему, а фотографии вообще на другую. Возьмем пример понарошки. Я на нее подписался после того, как мы с ней посотрудничали. Мне понравилось ее выступление в Питере, она рассказывала о том, как ведет свой аккаунт в Инстаграм, то есть практическую часть. В том числе я говорила про три поста в день, например. Вот я на нее подписался. И вот она недавно была на Сейшелах, и она пишет абсолютно на какие-то левые темы, а фотография Сейшел. И это нормально набирает лайки, то есть она может рекламировать, саму постить что-то одно, а фотография у нее совсем другая. И это работает гораздо лучше, чем постить о фотографии релевантную текущей обстановке, вот я вам вас квасить, и при этом ничего не пишите. Лучше постить фотографию с вами, либо с вашим образом жизни, которую вы сделали 3-5 месяцев год назад, но писать интересный пост, который будет интересен пользователю. Кто-то из вас был на золотой конференции в Валенте, вам сейчас ничего не мешает, ну конечно все тогда запостили примерно полтора миллиона на фотографии и все на этом. Ждем до следующей конференции. Многие себя узнали здесь. Зачем? Ведь вы можете сделать 50 фотографий и распланировать эти посты на год вперед, таким образом напоминая людям о том, какой образ жизни вы ведете. Там было огромное количество разных возможностей для создания постов. То вы на красной дорожке стоите, то вы стоите возле одной достопримечательности, то вы где-то ужинаете. Вы можете запостить ужин из Валенсии в валенсийском ресторане, а написать о том, что ну вот, благодаря компании Арифлейм у меня есть возможность ужинать за пределами дома. Да никто даже не поймет, что это в Валенсии. Но все будут блин, она сегодня ужинает за пределами дома в очередной раз. А если, например, ну вот я ездил в путешествие раз в год. Если в год потом посетишь ход из этого путешествия, а не выглядит как-то наоборот наоборот. Я повторю вопрос. Сейчас встречу. Вопрос заключался в следующем. Я съездил в путешествие, наделал 100 фоток, один раз в год съездил и потом на весь год растягиваю. Не будет ли это одно и то же? Не будет ли людям казаться, что я по счету одно и то же? Здесь все зависит от вас. Во-первых, от того, какой контент вы делаете. Как я только что сказал, даже будучи в путешествии, вы можете делать там в путешествии, например, давайте так, набросаем пост в каком-нибудь магазине, куда вы ходили на шопинг. Делали, примерили какие-то вещи, там вы фоткались. Потом вы ужинаете в разных кафе-ресторанах в том, в том и в том походу. Непонятно, какое место. То есть, по интерьеру ресторана непонятно, что вы в Валенсии. Дальше вы возле достопримечательности. Следующий раз вы на крыше отелей и так далее. И если у вас посты будут на разные темы, а не просто набор из 50 достопримечательностей, то люди и не заметят, что это одно путешествие. Как я сейчас, опять же, привел пример, что вы можете писать о том, что компания дает вам возможность ужинать, просто ужинать за пределами дома, потому что вам лень готовить. И вы можете туда вставить фотографию, где вы ужинаете в Валенсии. Люди не поймут, что вы в Валенсии. Они просто подумают, что вы сегодня где-то в Москве пошли и ужинаете в ресторане. И это будет отражать вас стиль жизни. Ответил на вопрос? И у вас таких поводов, сейчас секундочку, у вас таких поводов информационных огромное количество на самом деле, когда вы работаете в компании Арифлейн. Вы то на банкет сходите, вы же можете сфотографироваться в костюме на фоне пресс-колла, потом еще на фоне входа в павильон, и это тоже в конечном итоге будет выглядеть как разные посты, если вы один сделаете сейчас, а следующий через 4 месяца. Людям будет горжаться, что у вас круглый год тусовка, и это будет создавать ваш личный проект. У вас был вопрос? Сейчас, секундочку, подождите, пожалуйста, есть. Могу вам дать? А, есть. Спасибо. Есть ли разные социальные сети? Сегодня, как в ВКонтакте, в Твиттере, в Инстаграме, в Одноклассниках, одни посты размещать или как-то менять? На эти темы спорят очень много, но авторитетные для меня люди, которые занимаются SMM, спикеры, которых я слышал на семинарах, сейчас сходятся в том, что нет ничего страшного в том, что вы делаете одинаково. кросс-постинг. Да, поскольку в разных социальных сетях все-таки разные аудитории. И взять, если взять любого отдельно взятого человека, то у каждого такого человека будет только одна предпочтительная сеть, которую он, ну, все равно говоря, считает любимой. У вас есть такая социальная сеть? Одна. Можете назвать, выделить одну, которую вы считаете предпочтительнее для себя? Где у вас больше всего друзей, больше всего групп подписанных, чаще всего бываете? Вконтакте. Вконтакте. У меня такая сеть Facebook, например. Здесь я уверен, поднимите руки, у кого номер один это Instagram. Смотрите, есть люди, у которых Instagram, а есть люди, которые в нем даже не зарегистрированы. Поэтому все больше говорят о том, что это значение не имеет. Поскольку человек, который, если вы чаще всего заходите во Вконтакте, это значит, что, допустим, каждый день, это значит, что в Facebook возможно заходите через день. И на следующий день вчерашний пост вы просто не увидите. Но вы увидите его сегодня в Вконтакте. Плюс к этому, сейчас я вижу вашу... Плюс к этому есть еще одна вещь, которая помогает, скажем так, в этой теме. Если мы возьмем, например, Facebook, то там есть алгоритм показа постов. Вы не видите в Facebook все посты, которые делают все ваши друзья и все ваши группы. Видите, только какую-то одну лимитированную часть. И Facebook выбирает их сам в зависимости от того, что вы до этого лайкали, какие у вас есть интересы, какие у вас поисковые запросы в интернете и так далее. И показывает вам то, что вам интересно. То есть, если вы не лайкаете вообще посты какого-то одного из друзей в Facebook, то через какой-то достаточно большой промежуток времени вы рискуете вообще перестать видеть его новости. еще девушка побывала. Так, кто? Руку поднимайте, кто? Вон, а, вот, да. Подождите, подождите. У меня не так много времени осталось. Давайте будем быстро спрашивать, быстро отвечать. Я сейчас начну быстро таракторить, поэтому сосредоточить. Вот у меня такой вопрос. А если, например, вы говорите выставлять фотографию в ресторане, да, было это давно в Валенсии. Люди, например, смотрят и о крутой ресторан, а где это находится? Ну, такие комментарии. И что тогда в этом случае? Пишите, где? В Валенсии. А, и все. Хорошо. Рекомендую съездить, напишите. Вот мне там рядом по соседству еще вот кто-то понравился. На башню подняться. Еще есть вопросы у кого-то? Нет, давайте дальше, потому что времени мало, спасибо, что контролируете. Итак, задумывайтесь, во-первых, что вы продаете конкретно в каждом конкретно продающем посте. Это очень важно, поскольку в зависимости от того, что именно вы собираетесь продавать, зависит то, как вы будете писать пост. Есть разные вещи, ну, если брать в контексте нашего бизнеса, я привожу такой пример. Есть, любой товар имеет определенную стоимость, и эта стоимость напрямую влияет на то, как долго человек будет принимать решение о покупке. Например, если вы продаете в своем посте помаду, то девушка может принять решение о покупке импульсно и купить ее уже через 2 минуты. Если вы своим простым продаете Феррари, то вам возможно, необходимо, ну, вы нашли человека, который может ее купить, он есть среди ваших подписчиков, то ему может понадобиться до полугода таких периодических постов постоянно видеть Феррари, нативную рекламу о Феррари и так далее, для того, чтобы через полгода примерно, это сроки при покупке автомобиля, принять решение о покупке. Если это квартира, срок может быть еще больше. То есть, чем дороже товар, тем дольше, чем принимает решение о покупке. И если говорить о нашем бизнесе, то у нас здесь две крайности могут быть такие. Одна крайность это вот помада, о которой я говорил, либо там гелий для душа, которые идут на распродаже. А с другой стороны, план успеха. Вы не сможете одним постом заставить человека зарегистрироваться и размещать заказ. Теоретически сможете, но таких людей будет очень мало, поскольку бизнес и вовлечении в бизнес, я неправильно, зарегистрироваться, размещать заказы и начать строить бизнес. Поскольку бизнес сам наш, всего так вот в одном посте легенько не объяснишь за 150-300 символов, чтобы человек зашел и зарегистрировался и работать сразу начал. Так и сработает. Человека нужно достаточно долго подогревать. И вот здесь хороший способ это рассказ о своем собственном стиле жизни, либо о событиях, которые произошли в компании, даже если вы там не были. То есть если часть ваших постов большая посвящена вам и проскакивают посты с бриллиантовой конференции. Да, вас там не было, но вы рассказываете, где вы будете через какой-то промежуток времени о том, что там происходит, как происходит и так далее. Следующее. Думайте над тем, кому вы продаете. Очень важно понимать, что люди, которым вы продаете в интернете, которые находятся на том конце экрана, они не видят ваших жестов, которые вы можете использовать при прямом общении, они не слышат вашего голоса и они ничего не чувствуют вообще. Это означает, что все, что вы можете сделать, это повлиять на человека эмоционально. То есть когда он читает, его это должно вовлечь. У вас нет вообще никаких других инструментов, больше ничего, кроме его глаз. Ну, ушей, если у вас видео. И это важно понимать. То есть от того, насколько вкусно будет написан текст, очень сильно зависит, получите вы результат или нет, когда делаете свой пост. И кроме этого, люди эти же самые хотят, чтобы их развлекали. Вспомните себя, когда вы говорите, ну что, какие там новости. Если вас чей-то пост не зацепил хотя бы чуть-чуть, он вообще, нет шансов. Он просто улетает. Вы неинтересны в пост, сколько времени выделяете посту, который вам не интересен. Долю секунды, даже не секунду, не две, долю. Это время, в течение которого вы заносите палец и делаете шарфл. Уходим. Все. Нам фактически нужно развлекать и обучать людей выступать в роли СМИ, публиковать интересный контент, красивый и так далее. Как мы продаем теперь давайте поговорим. Наша цель, самая главная цель, когда вы делаете любой пост, удержать, рекламный я имею ввиду, удержать человека, то есть делать так, чтобы он остановился, чтобы он не увел ваш пост, он его не убрал, не промотал и так далее. Переключить внимание на ваш пост, потому что, если вы удержали, но внимание не переключили, то вы тоже улетите дальше, ну просто через одну секунду, и через долю. Добиться и добиться неких осознанных действий, если вы хотите этого добиться продающей посты. А продающий пост именно этого и просит. Добиться от человека каких-то конкретных осознанных действий. Купить, перейти, посмотреть ролик, призывы могут быть разные. Следующее. Итак, что вы хотите продавать, кому вы хотите продавать и насколько это нужно человеку. Это тоже очень важно понимать. Давайте пройдемся на примере помады. Что вы хотите продавать? Помаду, значит это вероятнее, ну либо какой-то там гель для туши, либо что-то недорогое. Вероятнее всего это будет импульсная покупка. То есть вы можете, реально можете заставить человека прямо сейчас ее купить. И это важно понимать. К такому посту нужно тщательно готовиться, потому что это живые деньги. Кому вы хотите продать? Если женщина, какой у нее возраст, какие у нее интересы, в какое время примерно эти женщины будут читать? То есть если женщина 25-35, чем они занимаются, в какое примерно время сидят в интернете? Ну ночью сейчас все сидят, в общем-то. Но нужно понимать, когда примерно лучше постить. Насколько это нужно человеку в это время? То есть если вы будете летом продавать какие-то крема для зимнего ухода за кожей, то посты, посты должны быть релевантны, это не будет работать. Теперь давайте разберем на нескольких примерах. На примере с помадой новой. Что можно использовать при постах? Можно обращаться к мнению экспертов. Кто эксперты? Знаете вы или нет? Не важно. О чем я говорю? Я буду читать, потому что мелко, быстро. А вы знаете, что это весной макияж с акцентом на губы снова на пике популярности? На показах недели мода в Милане модные дизайнеры сделали акцент в макияже модели именно на губы. Самое важное, это даже не цвет, а текстура. Тренд этого сезона блестящее виниловое покрытие. Я в восторге, идеально ложится, соответствую всем модным образом. Как вам мой весенний образ? И делайте свою фотографию с этой помадой. Здесь есть все. Вы можете теоретически зацепить человека, а вы знаете, а вы знаете. Человек должен проверить, знает он или нет, эрудит он или не эрудит. Это может цеплять людей. И далее у вас есть даже призыв к действию. Как вам мой весенний образ, который призывает прокомментировать, напиши, круто или не круто. Следующая техника, которую можно использовать, Эйда, или Аиды ее еще называют, легко найти в интернете, поищите. Очень много как раз в контексте постов в социальных сетях есть. Нужно захватить внимание, сделать так, чтобы человек проявил интерес, вызвать у него желание и действие. В принципе, аналогично тому, что я писал ранее, но теперь в виде созданной и достаточно популярной технологии. Вы можете, я вам рекомендую прямо погуглить Аида технику и почитать посты с ее примерами. Вот пример поста, написанный по такой технологии. А ты знаешь, что одной помады хватает на 200 нанесений? Это значит, что твой ежедневный лук с новой жидкой помадой будет обходиться всего в 3 рубля. Будь в тренде, ставь лайк, и я свяжусь с тобой, чтобы рассказать, как ее заполучить. Здесь вы, опять же, цепляете человека тем, что спрашиваете, знает ли он. Это, как правило, задерживает людей. Вы даете ему уникальную информацию. Поднимите руки, кто знал, что помады хватает на 200 нанесений. Никто, практически, да, вот есть один человек, который поднял руку. Это уникальная, полезная информация. Вы говорите человеку о том, что это дешево. 3 рубля в день, и у тебя будет отличный лук. И мы просим человека поставить лайк, и вы в ответ с ним свяжетесь. Многие люди вообще механически лайк ставят, но вы в таком случае уже юридически защищены. Вы можете, ой, я видел, ты поставил лайк, я видел, ты поставил лайк, значит, тебя помада интересует, ну что, будем заказывать и так далее. Человек может, а что, какой пост, что, где? Ну, уже поздно, не дочитал, но сам виноват. Это будет поводом для разговора, это будет работать. Будьте искренними и делитесь эмоциями. Почему это важно, я хочу вам показать, чтобы вы поняли, почему важно быть эмоциональным. С одной стороны, я вам рассказал, потому что у людей в интернете они не видят жестов, они не слышат ничего, если это не видеоролик, вы не можете с ними общаться, потрогать их и так далее. Но, кроме этого, очень важно то, что эмоции вовлекают очень сильно людей и привязывают их к бренду либо к товару. Именно привязывают. Если человек что-то запомнил, что вызвало у него эмоции, было связано с продуктом, он этот продукт тоже запомнит на всю жизнь. Здесь я вам хочу показать ролик, чтобы стало понятнее, о чем я говорю в контексте эмоций. How easy it is for us to forget what it was like when we were once family. good times we shared. how easy it is for us to forget and love. ой, 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 ой. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 когда именно смогу утопить свой старый телефон. Давай утопим и твой, ставь лайк, я расскажу все подробности. Только что. Я, во-первых, вас вначале зацепил, а вот у вас было такое. Во-вторых, я с вами поделился эмоциями. В-третьих, я пробудил вас эмоциями, потому что вы в конце посмеялись, и я вам показал выгоду. Плюс к этому, здесь вы призываете человека к очень простому действию. Ему не нужно тебе ничего писать. Ему нужно поставить лайк, и ты сам с ним свяжешься. Такое тоже люди любят. Люди, как показал парк, они любят звонить, если есть возможность написать, и они не будут писать, если они знают, что им могут в ответ написать, они будут в первую очередь ждать, пока им напишут, и только когда уже сроки все пройдут и прижмут, только тогда они напишут самостоятельно. Тенденция такова. Поэтому если человек ставит, ему проще гораздо поставить лайк, намного проще, чем вам что-то писать. И, само собой, не мог это сюда не вписать, рассказывайте историю успеха. Нет пока своей, рассказывайте историю успеха соседа. Я имею в виду человека, который уже сделал свой результат и чего-то добился. Поверить не могу, я учитель начальных классов с 17-летним стажем работы, сегодня увольняюсь, чтобы развить свой бизнес в Арифлейн. Да, мой доход в компании вполне позволяет это сделать, тут я открыл для себя новые возможности, и вот теперь, как истинный учитель, я буду помогать другим людям вкладывать деньги. Этот пост, вероятнее всего, наберет большое количество лайков, потому что люди будут вас, как знакомые, поддерживать. Соответственно, большая аудитория, которая его видит, тоже достаточно велика. Но вы можете также описывать и другие истории, даже вставлять фотографии других людей из ваших структур, ваших спонсоров, вышестоящих, для того, чтобы показывать людям примеры. Вы можете вставлять совместные фотографии ваши с этими людьми, это тоже будет работать. У нас в бизнесе все основано на историях успеха. Практически все, кто здесь присутствует, начали свой бизнес именно после того, как посмотрели на кого-то и подумали, ну посмотри, какая, ну ты видел ее, и что, я не смогу, если она такая смогла, то и я смогу. Либо не так, либо так, ого, круто, хочу быть, как она, либо хочу быть, как он. Именно так это работает, это все история успеха, это все MLM, на этом зиждется наш бизнес. И очень важно об этом помнить, и без таких постов, конечно, я бы сказал так, что страниц-видетелям не будет полноценно. То, что делать это каждый день нужно, это нет, но они должны быть. Следующая проблема, с которой, возможно, сталкиваюсь, я уже в завершении решил ставить этот слайд, что когда вы делаете пост, вы часто сталкиваетесь с тем, что, во-первых, у вас нет продуктовых, каких-то брендинговых наших изображений, но этот вопрос мы с вами вроде бы закрыли, да, сейчас. Кроме этого, вы сталкиваетесь с тем, что вы не можете найти какое-то нормальное изображение на конкретно интересующую вас тему в Google. А если вы ее найдете, то, вероятнее всего, уже таких изображений там у всех постах, а великое множество миллионов. Поэтому я вам предлагаю использовать изображения из фотобанков, из бесплатных, их тоже большое количество, где взять, есть такой сайт like.ru. Слышали? Л-А-Й-К-Е-Л-А-Й-К-Е-Е-Н-А-Й-ТО-К-Е-НИ-ЧИТАЕТСЯ. ЛИ-К-Е-НИ-ТОЧКА РУ. Like.ru. Это сайт, который, в принципе, посвящен диджиту и маркетингу в социальных сетях, в интернете. Вам, в принципе, всем, я думаю, будет полезно подписаться на их странице в соцсетях и, в принципе, почитывать этот сайт. Но поищите на нем, у них есть две статьи. 33 бесплатных фотобанка и, по-моему, 20 бесплатных фотобанков. Вот 33 введите, точно найдете. 33 бесплатных, и оно вам в поисковой выдаче сразу выдаст. Там ссылки на бесплатные фотобанки, где можно искать любые изображения по тегам и бесплатно их скачивать. В хорошем качестве, в отличном разрешении и так далее. Мне бы хотелось, чтобы ваши посты выглядели красиво. То есть если мы со своей стороны даем вам информацию по нашим продуктам, по программам, если вы, когда делаете некие нейтральные посты, берете изображения из фотобанков, и плюс к этому, если вы себя лично позиционируете качественно, то есть делаете, постите качественные фотографии с собой. Не исключено, что многим вам не нужно на курсы фотографии сходить. Это не так дорого стоит, а преимущество вы получите гораздо больше. То я думаю, что в целом ваша страница будет выглядеть отлично. Ну, вот по большому счету и все. Здесь осталось действие и контроль. Я на этом останавливаться не буду, потому что что делать мы сегодня говорили на протяжении всех полутора часов. Единственное, что хочу сказать напоследок, это последний слайд. Что очень важно понимать, что для развития личного бренда, бренда компании, для развития вашего бизнеса, вам необходимо теперь еще быть и сильным интернет-маркетологом. Именно так. То есть вы должны понимать тренды развития социальных сетей в интернете, следить за новостями на эту тему, закончить курсы СММ-маркетологов, я считаю, что необходимо. Разбираться в том, как это все работает, что сейчас кликается лучше, хуже, какие тренды. Сейчас все уходят в мобильный интернет. Вам тоже необходимо интересоваться этой темой, развиваться в этом направлении. Очень популярными становятся боты для мессенджеров, очень популярными становятся приложения для работы с аудиториями большими. Давайте остановимся на мессенджерах. Не буду вам объяснять, где будем. Давайте остановимся на мессенджерах и на ботах. Вот в этом направлении развивать, поскольку они становятся очень популярными. Вы, возможно, слышали о том, что уже более миллиарда аудитория у WhatsApp. И WhatsApp этим летом открывает API. Многие, возможно, знают, что это такое. В общем, открывает доступ к этому приложению таким образом, что для него можно будет писать боты. И вот в ангую, запомните мои слова, запомните этот твит, что через год все будут просто поглощены ботами и группами в мессенджерах. Не в социальных сетях, а в мессенджерах, поскольку в мессенджерах гораздо выше кликрейта. То есть люди в 7 раз чаще кликают на одни и те же посты, если читают их в мессенджерах и в ботах. Такие сейчас результаты исследований, пока это только взлетает. Конечно, потом эти показатели будут ниже. Об этом тоже уже нужно сейчас задуматься. А вы можете об этом знать, если постоянно будете следить за развитием темы интернет-маркетинга. Вот и все. Я желаю вам развить свой бренд до уровня PewDiePie, 45 миллионов подписчиков. Потому что задумайтесь, что, допустим, из этих 45 миллионов всего 5% в вашей структуре покупают косметики. Уровень, на котором вы будете, таков, что его даже нет в нашем плане успеха. Я вам серьезно говорю. Спасибо.